Доброго дня любители метеорологии и других не менее интересных наук о нашей планете. С вами Алекс канал Береглаб. Сегодня говорим о погоде. Начнем как обычно с геомагнитной обстановки. Ну смотрите, уже начинаются какие-то возмущения. Видно, что пока все в зеленой зоне, пока все в порядке. Смотрим на наши светила и что мы видим? Что здесь дыра северная разрастается. Смотрите, она с полярной областью, вот с двух местах уже соединяется. И далее здесь вот оно, вот здесь. Все это будет смотреть в сторону нашей планеты. Но активная зона не имеет пятен. Хотя на грани, смотрите, номера нет, но на грани видно, что что-то там есть. По прогнозу северных сияний, смотрите, уже завтра к вечеру ожидаются какие-то возмущения. Вот, а где-то вот 27-го, 28-го уже в красной зоне должно быть. Так что будем смотреть, как развиваются события. Интересная научная публикация, которая меня, если честно, рассмешила. Вот здесь вот уже так называемый ученый, не знаю чем заняться. Некто Мила Жинкова или Зинкова, Зинкова, написала такую статью, что, оказывается, Титаник потонул из-за того, что было геомагнитное возмущение, вот, в связи с активностью Солнца. Но она не объяснила, как же судьба остальных кораблей, которые спасали людей с Титаника, они же не от берега отчаливали, а они были в той же самой зоне. И их как-то вот это североатлантическое магнитное возмущение не затронуло, и ничто с ними не случилось. Об этом, наверное, она не подумала. Также вот меня поражают люди, которые все следят за уровнем СО2 и метана. Это два газа, которые оказывают минимальное влияние на температурные вариации. А то, что оказывает реально большое влияние, это водные пары. Как-то это не отслеживается совсем. Почему так, мне непонятно. Если вам понятно, напишите в комментариях. Затем, что сейчас реально важно, это следить, ну и связано с парами, это, естественно, тропические ураганы и тайфуны. Вот мы видим дельфин идет в сторону Японии и, по идее, должен пройти по ее востоку. А после Японии, вот здесь на карте видно, что он пойдет вот сюда, вот, соответственно, к Курильским островам. Поэтому, может быть, даже Камчатку затронет. Поэтому предупреждение, я думаю, надо выносить сейчас для этих зон. И Тедди. Тедди сейчас ударяет восточную часть Шотландии. То есть, там Новая Скотти, Нимфаунлен пострадает. Смотрите, какой он красивый. Настолько красивый, какой у него длинный хвост. Причем, этот хвост, он соединяется с ураганом Бета. То есть, это как два брата-близнеца, получается. Ну, вот смотрите, ну красота же, как вы думаете. Бета, вот, кстати, она высадилась в Техасе, в Луизиане, вызвала потопы и идет дальше на северо-восток. Но она слабеет, соответственно, там уже будет шторм. А вот поступили данные по результатам удара шторма на Ул. Он тоже был слабеньким, казалось. Просто шторм, даже не тайфун. Вот, в Вьетнаме, Лаосе, Таиланд и Мьянме. Но вот обычный шторм привел к гибели как минимум 10 человек. Ну, давайте смотреть. Вот Тедди. Тедди, соответственно, ударяет по Новой Шотландии. Потом идет через Ньюфаунленд и движется в сторону Гренландии. Интересно, что он еще и в Гренландии может устроить делов-то. Там-то вообще растительности практически нет. Там на Крайнем Юге есть какой-то лесок, так называемый. Еще меня поражает, что вот эта Паулетта до сих пор жива. Этот ураган Паулетта очень живущий оказался. Прямо вот на редкость. Вот, траектория Бетта здесь видно. То есть, ну, пойдет в сторону Каролин. И там, скорее всего, прольется, вызовет еще какие-то разрушения в этих штатах. Вот на Востоке есть Ловил, но он никому не угрожает. И вот смотрим этот Дельфин. Очень важно, как его будет траектория, потому что он пройдет по Курильским островам. Даже Сахалин может в какой-то степени быть задет. Но вот видно, что он Хан Цю. Его центр все-таки не пройдет по последним данным. Но будет в непосредственной близости. А потом зато пойдет прямо вдоль Курил в сторону Камчатки. И это очень важно. А вот эти вот Стормы как-то не попадают в список ни тропических, ни северных. Понимаете, о них ничего не слышно. А только приходят периодические сообщения из Африки. Что 140 тысяч жителей переселены. Да вы посмотрите на это, что происходит в Африке. Там эти потопы происходят уже четвертый месяц бесконечно. Без остановки. В разных странах. Видите, какие процессы протекают. И также не попадают широкие новости. То, что северо-восток США испытал просто рекорды температуры, холода. Смотрите, это не жара, это холод. Это у них просто по Фаренгейту. Это минусовые значения. И это было, соответственно, на 21 сентября. Вот там минус 5, минус 4. Вот такие по Цельсию и Седанны. В Новой Англии в основном. Ну и также снегопады прошли по России. Вот, пожалуйста, Челябинскую область. Давно-таки южная. Видно, что тысячелистник здесь даже цвел и попал в снег. Причем снег это немало. Это не просто 2 сантиметра выпало. Смотрите, это прям сугробы такие. Прям как будто зимняя фотография получается. И вот мощное вторжение в Сибирь и Якутию ожидается. Температура до минус 13, как минимум. Ну, смотрите, там минус 13, а вот мне вот в воскресенье идти в Альпы тренироваться. И вот вы посмотрите, сейчас там 0. В общем-то, вполне комфортная температура. А потом вот будет как раз в воскресенье. Можно увидеть минус 11, минус 14. То есть самая максимальная температура будет минус 11 в этот день. Как вы думаете, это здорово? Вот сейчас вот когда сравнины, ну вот более низкая. Давайте посмотрим сейчас, что сейчас происходит. Вот плюс 6 сейчас происходит на высоте 2 километра. Вот видно, что облачность. Ну, это еще терпимо. Плюс 6. А когда с плюс 20 до минус 10 идти, вот это вам как такие перепады. Ну, и тут вот тоже показывает про Эмикон, что здесь из минус 10 попадает в плюс 12. И плюс еще здесь такую модулирующую активность играет дым. То есть смягчает. Так бы еще больше были бы контрасты, понимаете? То есть днем здесь пишут бабье лето, а ночью, в общем-то, зима полноценная. И вот Александра Петрова сообщает, что над Леной дым, видно от пожаров, да? Вот. Якутия горит, несмотря на вот такие вот уже зимние температуры по ночам. Так что дело-то не в высоких температурах получается. Потому что плюс 8, плюс 12 это не жара. Даже днем это максимальная температура. А ночью минус 10. Ну, и здесь пишут в Украине тоже сейчас, смотрите, минус 3, плюс 22, перепад 25 градусов. 26, я не ошибся. Печатался, наверное. 25 градусов перепад в Украине, суточный. И, соответственно, к чему это ведет? К пожарам. То есть вот сообщают, что там в Киеве свалка горит. Ну, свалка ли это горит на самом деле? Откуда такая дымка, смотрите? Это Волгоград, это уже к востоку от Украины. Это на границе с Казахстаном. Смотрите, какая дымка стоит в воздухе. И вот, допустим, Таловы. Здесь тоже перепады большие. Здесь пишут, что не было дождей. Вот у кого-то в августе 7 миллиметров, в сентябре 1,6 миллиметров. И вот здесь, кстати, так каждый год пишет Виктор Безгодков, и засуха увеличивается. То есть он уже много лет ведет наблюдение, как растет засуха. Он, по-моему, в Белгороде или в Орле, или в Белгороде живет. Вот. И, соответственно, вот эти перепады температуры, они ведут на границе этих зон, к проливным дождям. Вот этот ЧОП. Если вы помните, заставили Советский Союз, была поговорка такая, не говори ГОП, пока не переехал ЧОП. Почему? Потому что это была граница Советского Союза. Здесь Венгрия, здесь Чехия, Чехословакия тогда была и Румыния. И вот все поезда шли через ЧОП. Там был крупный пропускной пункт пограничный. Да, и ты можешь ехать в поезде, все шикарно. Думаешь, что ты едешь куда-нибудь там за границу, а в ЧОПе тебя могли высадить. Поэтому и была такая поговорка. Ну, а сейчас вот у них за сутки 100 миллиметров осадков. Как вам? Это все-таки мое понимание, что это горная местность. Это очень много. Но вместе с тем ставятся рекорды температуры, опять же, на севере, в северных островах. Потому что там теперь море, там теперь можно купаться. Смотрите, сентябрь, там еще ничего не замерзло. Соответственно, ставится там рекорд температуры. Но вместе с тем попали Калининград 23,9 и Пинск попали сюда, к северным островам. Но в Сибири вот идет вторжение сейчас, о чем мы говорили, в Западную Сибирь. И погода резко меняется на холодную. А в Европе, наоборот, прощальный подарок сентября восточные. То есть пришло бабье лето, о чем мы говорили. Вот здесь, пожалуйста, на ближайшие дни, даже в Башкортостане, будет прекрасная погода. Чуть ли не под 20 градусов. Но перепады большие. Видно, что по ночам, скорее всего, будут заморозки, выхолаживания. А днем будет вот такое вот бабье лето. Давайте теперь смотреть, что сейчас происходит на нашей планете. Красным цветом – это высокое давление, синим – это низкое давление. И видно отличные волны Росби. Смотрите, вот они прослеживаются. Вот так вот, видите? Вот она волна, вот так вот идет. Видно высокое давление в Восточной Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке. Вот, пожалуйста, циклон проникает через Казахстан в Сибирь. Соответственно, будет здесь резкий перепад температуры. А вот сюда идет антициклон, который сместился. Видно, что в Европу попал тоже сейчас циклон. И вот сюда вот два, вот этих вот, даже три товарища, видно, хотят нырнуть сюда, в Европу, и вызвать морозы. Сибирские морозы в Альпах, прям самые настоящие, минус 14 градусов. А в Европу, наоборот, в Восточную, вот сюда вот, вытесняется антициклон. Соответственно, теплый воздух, шикарная погода, тепло. Вот, поэтому, кто хочет, может идти отдыхать, судя по всему, на Черное море, ехать отдыхать, да, на эти выходные, если есть такая возможность. Ну, там, ну, пару дней еще взять и на Кавказ, там, погулять по горам. Так что вот так, вот такие вот дела. Давайте смотреть теперь, где у нас, какие штормы. Он, кстати, мощный шторм здесь на западе Канады, и с востока ее давит, и с севера здесь Гудзоновый залив, вот бета. И вот то, что я говорил, два шторма, смотрите, соединяются друг с другом. Два урагана, вот одной непрерывной вот такой вот связкой. Своими хвостами они сцепились. Вот, и, кстати, вот сюда вот идет тоже, в Европу, смотрите, тройной хвост, знаете, вот от этого циклона, вот здесь рядом с Норвегией, по сути, тураган, смотрите, хвост идет вот сюда до Тедди, а Тедди идет сюда вот до Америки. Это просто удивительно, я такого никогда не видел раньше. Вот циклон сейчас за Урал проникает, да, сюда холод несет. Ну и плюс вот циклона вот здесь на Дальнем Востоке, там топит Амур, продолжается Хабаровский край. Опасность, смотрите, здесь на Алтае снег уже идет. Ну, давайте смотреть температуру. Ну, кстати, вот ночь в США не особо теплая, сегодня даже в Мексике сюда как-то уже прохладная такая температура опускается. Ну, в Европе пока нормально, вот в Восточной Европе сегодня тоже бобили, это в Скандинавии приходит. Вот, в Сибири пока здесь морозов нет, а вот Якутия, Чукотка уже, да, потихонечку начинает покрываться морозами. Давайте днем в США посмотрим, ну, чуть прогреется, да, вот этот ураган Бета, вот здесь вот, получается, уже на суше видно, да, такая вот температурная яма. Вот, ну, Средиземное море теплое, черное море теплое, да, но ночные температуры видно, что уже везде прохладно, уже так в футболочке-то особо не погуляешь. В Центральной Европе завтра будет тепло, а в Западную Европу начинается торжение, видите, вот она полоса, разделы, да, Испания, Франция, Германия завтра уже потихонечку будут получать осадки, вот, а послезавтра уже холод и стремится сюда. А в Восточной Европе, наоборот, все будет хорошо. Вот, смотрите, морозы в горах Сибири, ну, и продолжается вот здесь морозы, знаете, Чукотка уже сплошняком. Чукотка и на Камчатку переходит, и в Магаданскую область, но уже прямо вот сплошное царство холода. Наверное, время уже. Так, теперь давайте смотрим 2 октября. О, смотрите, как разрастется вот это от Чукотки, переместится вот сюда, вот уже захватить Якутию и большую часть Центральной Сибири. Останется только Западная Сибирь, не захваченная морозами. Вот, в Европе это похолодание, судя по всему, будет долгим, потому что, смотрите, октябрь продолжится, вот, в Восточной Европе будет тепло. Ну, а и морозы в США, смотрите, в начале октября морозы ночные, ну, правда, ну, давайте день посмотрим в США, как там. Да, и днем тоже вот здесь на Востоке такое вторжение, на Западе опять перепады большие. Все дело в перепадах, все дело в том, что происходит постепенная поляризация и сушение климата. Ну, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу происходящих процессов, либо ваши наблюдения. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Алекс, канал BirgitLab.